Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам при неприятной известии, к нам едет ревизор! 9 лет спектакля «Ревизор» с аншлагом шел в театре Тюмени. Режиссер Александр Горбань решил возродить любимую пьесу и в Кургане. Мой любимый Курганский драматический театр справился всего лишь за месяц репетиций, если не считать выходных. С огромным проектом, с невероятным количеством характеров, переодеваний. Глуповатый, бестаря в голове молодой человек Иван Хлистаков оказывается в городе Эм без еды и денег на постой. Сидеть бы ему в тюрьме, да спасает городничий, который принимает гостя за столичного ревизора. В игру в кошки-мышки включаются все нечистые на руку чиновники городка. Впрочем, даже самые отрицательные персонажи не лишены человечности. Только оправдать, только с адвокатской стороны к нему подходить. Он, по сути, добрый, хороший человек, семьянин. И такая ситуация, в которую он попадает, в те рамки, которые диктуются, он в них живет, он в них существует. Он по-иному не может, иначе его затопчут. Знакомые всем реплики героев сопровождаются горячими танцами, современной музыкой и песнями. По словам балетмейстера Эдуарда Соболя, такой миг стилей только на пользу спектаклю. Иногда пластикой можно решить то, что невозможно решить словами. И она бывает иной раз даже точнее, чем несколько громких и точных озорных слов. Движущиеся почки, гигантский перископ, огромная стена с окнами. Оформление спектакля лишь частично повторяет тюменский аналог. Создатели спектакля уверены, сюжет ревизора бессмертен. Гоголь вечен, история вечная. А город Энн – это вообще вся Россия. Это мы, это Курган, это Тюмень, Москва, Питер, все что угодно. И это не только Россия, это вообще весь мир. То есть таких людей огромное количество везде. Главными зрителями спектакля должна стать молодежь, считает режиссер. Постановка должна пробудить у них желание обратиться к оригиналу. Марина Белкина, Кристина Волковинская, Андрей Глазырин, Вячеслав Шевчук. Телекомпания «Регион-45».